Это программа «День города». Здравствуйте! В студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Отметили всем городом в честь столетия училища ВДВ на площади Ленину показали рукопашный бой и конные дефиле. Затянувшийся ремонт, когда приведут в порядок раскопанную дорогу на высоковольтной. Прорвало трубу в общежитии, вода затапливает квартиру, как выживают рязанцы, которым ЖУ устроила коммунальный ад. Отметили столетие училища ВДВ всем городом. Большой праздник прошел 17 ноября. На площади Ленина состоялись показательные выступления. Автотехника, рукопашный бой, конные дефиле, полоса препятствий. Чем еще удивили гостей, расскажет Галина Кудряшова. Слава Рязанскому гвардейскому десантному училищу! Кузницы кадров, воспитавшие более 50 героев Советского Союза и более 80 героев Российской Федерации. Училище ВДВ славится далеко за пределами страны. Его выпускники становятся прославленными военачальниками, государственными и политическими деятелями, в том числе руководителями иностранных государств. Столетия крылатой пехоты продолжают отмечать в Рязани. Сегодня училище переживает второе рождение. В УЗИ появилось самое современное оборудование. В систему подготовки внедряются передовые технологии. Под руководством профессионалов высокого класса будущие офицеры проходят отличную школу. Они выходят из училища настоящими специалистами. Торжество развернулось на площади Ленина. Маршем прошли подразделения училища и колонны парадной техники, автомобили «Тигр-М», «Рысь», боевые машины десанта и БТР. Десантники продемонстрировали владение холодным огнестрельным оружием, умение быстро и слаженно проходить полосу препятствий. Очень большое впечатление, потому что я посвятил десантным войскам 8 лет. Лично был прокурором гарнизона и возглавлял маргеловское все движение. И мы все с маргелом решали все проблемы на матросской тишине в городе Москве. Пол жизни десантникам, пол жизни адвокатам – это вдохновение по жизни. Служил в нашем рязанском 137-м прошу десантного полку. У нас дедушка служил здесь. Вот мы обязательно всегда ходим на все праздники. Нам очень нравятся парады. Да. Кто у тебя военный? Дед? Да. И папа. В параде приняли участие и мобильные войска. Десантники показали мастерство вождения квадроциклов, а также умение обращаться с лошадьми. На службе у них не только гордые рысаки, но и небольшие особи для перевозки боеприпасов. Стоит отметить, что каждый курсант является кандидатом или мастером спорта по боевым искусствам. Об их выдержке и силе ходят легенды. Я в пятом классе поступил в кадетский корпус имени Александра Ивановича Лебедя. Он был генерал-лейтенант с учетом войск. Я взял с него пример. С пятого класса хотел поступить в Рязанское кадетское училище. Вот моя мечта сбылась. Особым пунктом программы стал показ тактического эпизода. По сюжету преступники занимаются изготовлением шахид-мобилей, транспортных средств для перевозки террористов-смертников. Задача десантников – ликвидировать лидера группировки и производственный цех. Посмотреть на элиту российских войск собрались взрослые дети. Родственники курсантов приехали из других городов. Мы штори, Заня Солидцева, да, вы, конечно, слышали, да. Все празднично, классно, все просто супер, настроение отличное. Слов нет, слезы. Молодцы, ребята, очень понравилось. Нам вот моя с внучкой здесь хорошо все так устроили. Так что мы очень довольны, что пришли посмотреть. Параллельно с юбилеем училища проходит акция военной службы по контракту «Твой выбор». Она длилась семь дней и развернулась на территории Рязанской области. В рамках нее более трех с половиной тысяч рязанцев заинтересовались военной службой по контракту ВДВ. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ремонт так и не закончили. На улице Высоковольтной больше недели назад проводили работы на теплотрассе. После их завершения дорогу в порядок не привели, асфальт не восстановили. Пешеходы вынуждены ходить по газону, машины проехать не могут. Проблемы с теплосетью бывают во дворе дома 18, корпус 1. По улице Высоковольтной каждую осень Татьяна и другие жильцы уже могут с закрытыми глазами составить карту коммунальных раскопок. В этот раз ремонтировали участок под дорогой. После работ в порядок его не привели. Трактор приезжал, тракторист сказал, что деньги-то нам дадут сегодня или нет. Нет, не дадут. Ну и я поехала, я и закапывать не буду. Дома тепло, да. Ну так не совсем на полную прям мощность. Чуть-чуть убавлено отопление, но они полностью не отключали. Между тем яма постепенно начинает превращаться в помойку. За ограждение уже начали выбрасывать бытовой мусор. Дворник Валерий рассказывает, асфальт на этом участке и до ремонта теплотрассы был не в лучшем состоянии, а теперь вообще не пройти, не проехать. Ну вот такой вот асфальт был. Мы на асфальт, что он на асфальт. Надо что делать, а не ямы тут. Вот что я подметать, видите, одна грязь, одна пыль. Надо что асфальтировать. Что они дороги делают, а вот где между домов ничего не делают. Почтальон вынужден обходить место ремонта теплотрассы по тротуару. Другой дороги к домам нет. Приходится все обходить кругом. Ну а что поделать, значит так работаем наши коммунальщики. Людей жалко, конечно, переходят здесь. Ну вот уже, наверное, сколько, недельной накапанной здесь ничего не делают. Мы обратились в администрацию города и РМПТС с предложением прокомментировать ситуацию и будем следить за развитием событий. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Коммунальное ЧП произошло в одном из бывших рязанских общежитий на улице Гоголя. На кухне прорвало трубу, теперь вся. Вытекающая вода скапливается в квартире. ЖУ отвечает, материалов для ремонта нет. Видео сняла жительница дома 7А по улице Гоголя. На кадрах видно, как из трубы общей канализации вода течет прямо на пол. И поток не останавливается. На следующий день пришли, все, раздолбили тут, все, добрались до этой трубы с дыркой, сказали, список материалов дали, которые надо купить и ушли. Произошло это в четверг, 15 ноября. Прошло 4 дня, а представителей управляющей компании нет до сих пор. Ответ всегда один – собирайте деньги. В Владиславе написали список из необходимых материалов, суммарная стоимость которых около 3 тысяч рублей. Из-за того, что платить она отказывается, труба до сих пор не заделана. Отсюда у меня залазит палец, и вот отсюда как раз она льется. Ну, понятное дело, если залазит палец, какой там напор воды оттуда хлещет. Вся вытекающая вода попадает в квартиру Владиславы. Виной тому система коммуникации или что-то еще неизвестно. Факт остается фактом. Подвал квартиры заливает. Из-за влажности появились мошки и мухи, нетипичные для этого сезона. От этой влажности конденсат скапливается. Вот здесь набухают доски, все уже расшатанные. От этой влажности у нас даже вот тут вот маленькие грибы такие черные вылазили, мы их убирали. И от этой влажности заводятся клопы, они отсюда ползут и в диван. На протяжении четырех дней любое включение воды плачевным эхом сказывается на квартире Владиславы. Просто перекрыть стояк не помогает, соседи включают опять. Особенно вечером, когда люди приходят с работы. Мы вешали ключ сюда, тут вот замок на двери, если обратить внимание, висит. Это не помогает, его срывает, если кому нужна вода, ее включают и моются. Пока ситуация так и остается на своем месте. Управляющая компания требует денег, а Владислава отвечает, что это должно входить в оплату общедомового имущества. Юрист слова хозяйки подтвердил. Если вам письменно об этом написали, тут же можно готовить заявление в прокуратуру о проверке и в государственную жилищную инспекцию. Устные какие-то объяснения не принимайте на веру, поскольку все это не соответствует действительности. В содержание жилья входят в том числе тарифы, сметы, которые предусматривают приобретение необходимого количества и комплектующих, и труб, и различных строительных материалов для того, чтобы содержать на квартирный дом в исправном и безопасном для вас состоянии. Олег Попов рассказал, что можно возместить и все повреждения, вызванные потопом. Для этого нужно провести дополнительные экспертизы и обратиться в суд. Есть и другой, более решительный метод работы с такими организациями. У нас есть порядок отзыва лицензии. Если организация не отвечает требованиям, предъявляемые к лицензиату, то обращение в государственную жилищную инспекцию с указанием на факты нарушения лицензионного соглашения может лишить данную организацию работы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За прошедшую пятницу и минувшие выходные в Рязани произошло 14 ДТП, в которых двое погибли и 22 человека получили травмы. О самых страшных происшествиях репортажи Валерия Седова. 59 аварий и свыше 6000 нарушений правил дорожного движения. Это краткое описание того, как прошли выходные в Рязани и области. Но, к сожалению, не обошлось без трагических инцидентов. 16 ноября примерно в 21 час 30 минут на 410 километре автодороги «Урал» в Сасовском районе 41-летний житель Владимирской области, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, по предварительной информации, совершил наезд на находившегося на проезжей части 33-летнего жителя Липецкой области. В течение происшествия 33-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. 18 ноября в воскресенье примерно в 12 часов дня произошла авария с участием сразу трех автомобилей. На 197-м километре автодороги «Урал» местный житель выезжал с авторостепенной дороги и не пропустил автомобиль марки «Дайхатсу», который двигался по главной дороге. Это пока предварительная версия произошедшего. Два автомобиля совершили наезд настоящий автомобиль «Хондай Солярис». На место выезжала машина скорой помощи. В результате происшествия травмы получили 6 человек. Также пострадал и 8-летний ребенок, который находился в салоне автомобиля «Дайхатсу». В понедельник, 19 ноября, в Рязани области произошло сразу две аварии. В районе 10 утра на улице Веденской, по предварительной информации, водитель автомобиля «Додж Стратус» при повороте налево не уступил дорогу «Субару». В результате столкновения мужчины получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В 11 часов утра в Александроневском районе на автодороге Р-22 «Москва-Астрахань» 72-летний житель Калужской области, управляя автомобилем «Опель Мока», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Мока» погиб на месте. Водитель автобуса обращался за медицинской помощью. Пассажиры автобуса не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Валерий Седов, Игорь Глотов. Более 22 килограммов наркотиков было уничтожено в промышленной печи. Запрещенные вещества были изъяты сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных и следственных действий. Распространял с помощью тайников закладок. Связь с покупателями держал через интернет. Променял методы конспирации. Однако они не помогли. 23-летнего мужчину задержали за распространение наркотиков. При этом действия полицейских были спланированы таким образом, чтобы исключить возможность уничтожения улик. В ходе специально подготовленной операции полицейские по месту жительства задержали мужчину. При обследовании арендованной квартиры сыщики обнаружили оптовую партию наркотиков, электронные весы и огромное количество полимерных колпачков и пакетиков для изготовления розничных закладок. Суммарный вес составил 1 килограмм 400 граммов. В ходе операции удалось выяснить, что мужчина уже привлекался к ответственности. Наркотики он распространял на территории Москвы. А сейчас получил повышение. Продолжил преступную деятельность в более крупном размере. Его задержали во время подготовки к розничной продаже первой оптовой партии. В настоящее время в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьями Уголовного кодекса Российской Федерации за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Сейчас подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Пожар в Улугах под Рязанью произошел в минувшие выходные. 17 ноября жители выложили в социальные сети фото и видео возгорания. По словам очевидцев, линия огня растянулась на сотни метров. 17 ноября в 19 часов 10 минут поступило сообщение о крупном загорании мотовы в Рязанском районе в районе Неселенного пункта Дядькова. К месту загорания был направлен один пожарный автомобиль. В результате пожара провождаемость растительства на площади около 3 гектаров. Практика ориентированное обучение в действии. Зеленый сад помогает студентам освоиться в профессии. Один из объектов компании посетили будущие строители. Этаж за этажом возводится строительный комплекс Еврокласса в микрорайоне Кольное. Строительная компания «Зеленый сад» создает здесь целый квартал. Общей площадью 9 гектаров. Будущие строители – студенты 1-го и 5-го курсов Рязанского технического института побывали на стройке и на практике увидели то, что до этого знали только в теории. Совсем скоро здесь появится 5 жилых домов. И у ребят появилась уникальная возможность проследить за процессом с самого начала. Забивка свай стала главной темой этого урока на строительной площадке. Они узнали, как отсыпался земельный участок, какие сваи бьются, каким методом их бьют. Им ответили на все интересующие вопросы, касаемо забив свай, материал свай, крепость свай, как они обрезаются, крепость в последующем монолитной плите дома. «Зеленый сад» более 10 лет сотрудничает с Рязанским техническим институтом. И стройплощадки стали настоящей базой для прохождения практики для студентов. Организация «Зеленый сад» не только принимает студентов на практику, она оплачивает им работу за время прохождения производственной практики. Она помогает кафедре промышленное и гражданское строительство, приобретает необходимую технику, которая необходима во время работы. И очень благоприятно и благожелательно относится к студентам. Поэтому этим сотрудничеством мы очень довольны, хотим его обязательно поддерживать. Сами студенты признались, что подобная экскурсия на стройплощадку была крайне полезной. Много нового узнали как старшекурсники, так и первокурсники. Привлекло то, что это связано с моей будущей профессией. И вообще это очень интересно само, как строится многоэтажное здание, извините. И как сливается фундамент. Мы узнали о том, как возводится свайный фундамент, как это все происходит на самом деле. Просто у нас мы делаем курсовую работу, и в ней мы также производим расчет свайного фундамента. Летом мы проходили практику, и, конечно, надеюсь, что вернемся на практику снова, потому что зеленый сад хорошую возможность предоставляет увидеть все то, что мы проектируем, так сказать. То есть одно дело это все мы проходим, а другое дело увидеть все это на стройке. Помимо того, что студенты познакомились с конкретными этапами строительства, они наблюдали, как на практике внедряются новейшие технологии и разработки, которыми славится зеленый сад. Здесь в первую очередь думают о комфорте и безопасности жильцов. Поэтому все дома комплекса «Еврокласс» будут оснащены комплектацией «Антитеррор», устройствами обнаружения взрывчатых веществ и камерами видеонаблюдения во всех ключевых точках, как внутри дома, так и снаружи. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Травы, звезды, свет в окошке. Выставка с таким названием открылась в детской творческой студии «Калибри». В экспозиции представлены графика, керамика и аппликация. Смотреть на мир золотыми глазами – именно так определила девиз детской творческой студии «Калибри» ее бессменный руководитель и идейный вдохновитель Людмила Пронкина. Выставкам «Травы, звезды, свет в окошке» задумывалась как демонстрация содружества и сотворчества педагога и его учеников. На одной стороне детские рисунки, на другой – работы мастера. Это была такая авантюра, потому что, честно вам скажу, как художник, работы взрослых проигрывает по сравнению с детскими. Потому что детские, ну, у них столько энергии, столько непосредственности и столько притяжения, что они иногда перетягивают на себя зрителя. Ну, тут мы рискнули и, мне кажется, у нас получилось. Студия «Калибри» работает в Рязани почти 20 лет. Анастасия Жигулина – выпускница этого центра творчества. Она работает здесь уже 10 лет и признается, что студия стала для нее вторым домом. Для того, чтобы работать с детьми, Анастасия закончила Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова и художественный колледж ДПИ. Мне очень нравится здесь работать с детьми, нравится вот этот сам процесс сотворчества. Наблюдать, как вот мои идеи, какие-то задумки выполняются в разных вариациях. Сейчас вообще неожиданно, но для меня образом. И вообще мне очень нравится работать именно в этом месте, потому что тут такой какой-то творческий коллектив. Работы Анастасии словно откровения. Она на хлопковых полотнах делится своим миром с окружающими. Вот так ей представляется лето в виде озорной девчонки с хвостиками и цветами в волосах. А вот возвращение в розовых тонах. Это свой неповторимый взгляд на графику, непривычно живописную и яркую. Так Анастасия учит и своих учеников и помогает видеть повсюду чудеса. Вот эти пряничные домики были нарисованы с натуры после прогулки по улице Щедрина. Все детские работы, а их более 30, выполнены на обычном картоне. Арина Каткова занимается в студии уже два года. Сейчас ей семь, и она признается, что очень любит рисовать. Ариша, расскажи, пожалуйста, что это за картина? Кого ты рисовала? Что ты тут вообще пыталась изобразить? Ну, сама себя, ну, у нас была тема черепития и свое, там, например, нарисовать можно было бы какого-нибудь животного, какое тебе нравится. Расскажи, кого ты нарисовала? Саву. Помимо графических работ на выставке представлены керамика и аппликация. Вот, например, эти сказочные коты выполнены из соленого теста. Они такие же удивительные, как мир глазами ребенка. Здесь воспитанников учат видеть прекрасное в обычном и замечать то, чего не видят другие. Именно это помогает в будущем ребятам мыслить не только креативно, но и логично. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». И в завершение выпуска информация от регионального МЧС. В ведомстве обращаются к жителям с просьбой сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не перерывать занятия или работу. 20 ноября в Рязанской области проверят систему экстренного оповещения. Сирены будут звучать дважды в 7.45 и в 14.20. Проверка проводится для оценки состояния систем оповещения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошей рабочей недели и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани, в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова